Привет, друзья! Сегодня мы поговорим, как открыть бизнес в Испании. И я дам вам несколько полезных советов, если вы только приехали в Испанию. Поэтому подписываемся на канал, ставим обязательно лайк, а мы начинаем! Есть два способа, чтобы начать бизнес в Испании. Это открыть автоному, это ИП, и открыть соседат лимитада. Это по-русски ООО. Итак, давайте начнем с автоному. Чтобы открыть автоному, вам нужно только иметь две документы. Первая – испанская резиденция и банковский счет. Предположим, что у вас уже есть испанская резиденция и банковский счет. Для того, чтобы открыть автоному, вам надо найти ближайшую хесторию. Хестория – это офис адвокатов. Тут очень популярны офисы, там, где, если вам нужно какие-то вопросы решить, надо пойти в хесторию. Сразу вы там найдете специалиста, который вам поможет с этим. Вы дошли до хестории, и они в течение двух, наверное, трех дней вам откроют автоному. Я вам советую до открытия автонома изучить, какие налоги надо платить. Я вам сейчас дам общую информацию, но уже зависимо от того, чем вы будете заниматься, от этого будет зависеть ваши налоги. Имейте в виду, что минимальный налог составляет 60 евро, и это зависимо от вашего пола, возраста и некоторых других аспектов. После второго года налог поднимается до 292 евро, и будет расти каждый год плюс 60 евро. Эта информация актуальна для 2022 года, месяц март. Если вы не знаете, сколько составляет НДС в Испании, то я скажу вам, что это 21%. Что это значит? Каждый раз, когда вы будете продавать какую-то услугу, например, услуга стоит 1000 евро, вам надо добавить плюс 21%, это будет 1210 евро, и вы продаете эту услугу, эти 21% автоматически уходят на налог в государство. От этой 1000 евро вы будете еще платить налог от прибыли. Каждые 3 месяца надо собрать все эти ваши 21%, например, у вас составило 10 тысяч евро эти 21%, и вы все каждые 3 месяца идете и платите эти 10 тысяч евро. Тут есть некоторые плюсы НДСа. Например, если вы что-то купили для своего бизнеса, например, вы купили себе компьютер, телефон, и НДС этих вещей, которые вы купили, составило, например, 9 тысяч евро. В этом случае вы снимаете с этой 10 тысяч евро 9 тысяч евро, потому что вы потратили на бизнес, на развитие вашего бизнеса. И эти 1000 евро идете и платите налог. Для подробной информации я вам рекомендую обратиться к специалистам, чтобы они вам досконально все объяснили. И повторяю, что это зависит, чем вы будете заниматься. Может быть, у вас бизнес будет такой, что вам посоветуют открыть Sociedad Limited, о котором сейчас мы будем говорить. Давайте сейчас вам дам несколько базовых знаний, что надо знать, чтобы открыть Sociedad Limited. Это по-русски ООО, как я уже говорил. Sociedad Limited это как открыть фирму тут. Вы, если открываете фирму, тогда вы не будете владельцем этой фирмы. Тут считается администратор этой фирмы. Фирма как будто независимая, независимая, что-то независимое. Я не знаю, как это объяснить. И вы администратор этой фирмы. Чтобы открыть Sociedad Limited, вам надо иметь минимум 3000 евро капитала в банке, открыть специальный счет для капитала. И эти 3000 евро вы можете использовать после открывания Sociedad Limited в развитии бизнеса. Купить что-нибудь для бизнеса или что-нибудь, или какие-то сервисы, чтобы для вас открыли сайт и так далее. Что еще надо знать про Sociedad Limited? Sociedad Limited тоже надо платить каждый месяц X сумму. Сейчас я конкретно не смогу вам сказать. Но чуть подороже, чем автонома. Потому что эта информация всегда меняется. Поэтому я думаю, что нет смысла, чтобы я сейчас сказал какую-то цену. Оплата налогов примерно как у автонома. Каждые 3 месяца надо платить НДС. В конце года надо платить какой-то процент от вашей прибыли, не считая НДС. Чтобы снимать дивиденды, тоже надо платить от этого налог. И много чего. Если углубляешься в эту схему, кажется, что это все невыгодно. И как люди тут занимаются бизнесом. Поэтому я вам настоятельно рекомендую найти специалиста. Чтобы этот специалист вам объяснил. Вы уже можете принять решение. Начать с автонома или Sociedad Limited. Во второй части видео я хочу вам дать несколько советов, если вы только приехали в Испанию. А точнее в Барселону, потому что зависимо от регионов, некоторые моменты меняются в моих советах. Начнем с того, что если вы приехали на машине сюда, то вам надо заправиться. В эти трудные времена, каждый день цена бензина поднимается 10-15 центов. Я вчера, например, заправился евро 59, а сегодня вечером смотрю, уже стоит евро 68. А потом через час посмотрел, евро 73 стоит. В том же самом месте, там где я заправился. В описании видео я вам прикреплю приложение. Там, где вы можете сравнить цены бензина, где сколько стоит. Чтобы найти выгодную цену и поехать туда и заправиться. Продолжая мои советы, я вам хочу сказать, что если вы переехали в Испанию и не знаете, где жить, ни в коем случае не надо останавливаться в апарт-отелях больше недели. Потому что там есть туристический налог. Там очень высокие цены. По моему мнению, вам надо поискать Airbnb. Потому что, если вы через Букинг забронируете какой-то апарт-отель, там будет, наверное, цена 2 или 3 раза больше, чем в Airbnb. Почему? Потому что вы сможете договориться с владельцем этого дома, Airbnb, пока вы не найдете постоянное место жительства. Если вам что-то нужно знать, например, какие документы вам нужно собрать, что надо делать, куда надо пойти, я вам советую всегда обратиться в аюнтаменту. Аюнтаменту – это мэрия города. Там всегда вам помогут. Если даже не помогут, вам скажут, куда обратиться. И в последнюю очередь можно позвонить с консульства своей страны. Если у вас есть некоторые вопросы, то можно задавать. Заканчивая это видео, я хочу вам сказать, что обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Если есть какие-то вопросы, у меня есть телеграм-чат, телеграм-канал, инстаграм. Пишите, где вам удобно. И я обязательно, если смогу, вам отвечу на любые вопросы. Я Роберт. Мы скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok